всем привет вот смотрите как смотрится полочка с реанимашками с маленькими азиаточками сбоку вид сбоку смотрите плантация какая вот я так вот иногда задумываюсь что конечно если бы у меня не было столько этих орхидей которые требуют реанимации то конечно у меня целая полка была бы тут красоты уже занимали бы здоровые хорошие орхидейки но вот тут у меня конечно очень много всяких всяко-разно всяко-разно но все они уже согласитесь выглядят прекрасно я бы сказала потому что все это вот это вот это вот это но кроме вот этих вам хуа это все здесь у меня уценка стоит все они кто соби кто откуда то с леруа мимнички там где-то меня мимичка вот я вам говорила с леруа розовая он она видите он стоит очень хорошо наращивает корни в керамзите замечательно себя чувствует и я надеюсь скоро выпустит мне цветонос вот хотела еще знаете что сказать-то по поводу вот этой моей покрасневший красотки скачала я такое знаете приложение микроскоп в телефон это конечно но не идеально но кое-что кое-что там можно разглядеть я хочу вам сказать что никого на ней нет вообще никаких клещей не паутиных не красных там не черных не белых никаких смотрятся если у меня получится как бы сделать фотографию и вам ее сюда вставить я надеюсь что у меня получится это еще раз сделать надо сфотографировать так как я просто смотрела в микроскоп именно вот на эти покраснения плюс у здесь вот здесь вот есть сухие у нее места но по моему это я так она ко мне и приехала мне кажется у нее уже было такое повреждение на листике вот здесь знаете смотрится как сосудистые вот как вот у людей есть сосудистые всякие вот эти клеточки да на коже так вот и вот это смотрится именно так я до сих пор не знаю что это но пересвета быть я думаю не может потому что посмотрите расстояние до лампы даже себя на стояла вон там меня раньше до 30 сантиметров и она маленькая она сидела не еще горшочек а до этого был еще меньше она в стаканчике сначала сидела маленьком то есть все орхидейки они достаточно далековато от лампы то поэтому конечно какой то знаете там жуткий загар у нее вот этой лампы я уже не знаю может ли вообще такое быть я и уже видите поставила на край стеллажа сюда ну может быть мне просто сейчас некуда поставить у меня а если только знаете вот на эту полку сейчас я вот подумал боюсь что и не будет хватать туда света возможно потому что у нее там же цветоносик и даже может быть два если я там правильно поняла ее когда рассматривала что не на бомб два даже цветоносика ну в общем тайна покрытая мраком кто-то мне там из подписчиков написал что такая же орхидейка такого же сорта и тоже какие-то у нее на листиках небольшие покраснения не знаю что это такое просто бывает еще знаете как что допустим сорта один и тот же так как это опыление это все равно гибриды и все они выращены из семян поэтому у кого-то генетика прошла таким образом и может быть листья у нее такие будут это тоже мы этого знать не можем поэтому тут уже непонятно но единственное что меня смущает что конечно после красноты идет светлый лист потом уже темный вот пока наблюдаю за ней пока ничего не делаю ничем больше не обрабатываю потому что от всех вредителей на свете она была уже обработана у меня несколько раз вот но у меня есть еще одна орхидейка которая тоже с такими же пятнышками я заметила уже давно что они у не появились но не придавала особенного значения это вот это смотрите на свет если даже смотреть вот тоже сама тоже такие же практически вот точечки переходящие в пятна так сейчас ей достану я забываю фильмы кто это у меня сейчас скажу это мини и зоби написано красная рыжая или красная что-то такое вот она у была реанимашка без корней осталось короче тоже история была и это когда сейчас скажу с февраля двадцатого года то есть можете представить сколько она мне тут уже сидит сто лет в обед и только сейчас она начала чувствовать себя более-менее прилично пустив такой лист уже вот но вот тут вот на листике вот такая вот ерунда ее я микроскоп не смотрела вот я только посмотрела ту азиатскую ну вот тем не менее ничего никаких там движений ничего это просто вот как рисунок внутри листа смотрится по микроскопу и вот именно таким образом поэтому будем короче говоря наблюдать за ней просто если бы это какой-то был клещ на она меня здесь уже бы все папы перезаразились бы до заболели бы не знаю это все-таки заразно он летает прилипает переползает знаю не знаю на клеща то вряд ли похоже пересвет тоже как-то странно потому что звучит это у всех нет пересвета у нее пересвет непонятно тоже каким таким образом и азиаток у меня тут простите несколько он у меня азиатки стоят он он вон вон где еще ну вот где маленькие азиат очки вон поэтому вряд ли это пересвет я вообще не понимаю такого слова пересвет и не знаю что это это ерунда какая-то мне кажется одно дело если ожог это да ну ожог от лампы вы же понимаете ее трогаешь она на почти но на тепленькая но она даже не это нет потом еще хотела вам рассказать купила я новый горшок дела один только попробовать не знаю зачем кого туда буду сажать не знаю в общем этой серии арты я так понимаю для фитильного полива в принципе нас предназначен вот такой то есть он без всяких ножек вот выглядит вот так слушайте ну может быть кто-то из вас уже покупал такие что-то первый раз увидела не знаю влюра купила потом когда заходила еще ваша ваша не видела такие же горшки но они не прозрачные там они такие розоватые они знаете жемчужного какого-то оттенка ну то есть но не белый оттенок прозрачности так скажем нет то есть там бы я вообще на них внимание даже не обратила бы может быть они стали делать прозрачные совсем недавно до этого они делали такие же но не прозрачные в общем не на глаза не попадались поэтому я увидела их впервые есть еще размеры больше такие штучки специально чтобы она так раз плотненько вот и в общем для фитиля я не говорю что это обязательно для орхидей хотя на горшке сейчас я вам покажу этикеточку я сняла написано это самый маленький горшочек вот инструкция смотрите стрелочка значит раз снимаешь этикеточку но у них у всех такой арте по моему вот субстрат значит потом удалите старый субстрат причем нарисована орхидея посадите так дальше что там добавьте субстрат и полейте какой субстрат они причем не указывают сейчас наведучи то не ловится фокус субстрат внизу видите написано вода все вся инструкция короче говоря сколько он тут смотрела смотрела спатье 12 половины значит сантиметров сколько тут 125 литра и чё тут еще написано 14 с половиной что-то там миллиметров в общем не знаю так-то 12 понятно что он 12 очень короче говоря взяла на пробу что я туда буду сажать не знаю ну думаю может быть мне посадить туда синие с галаксини и потому что орхидею я не хочу сажать значит не под каким видом туда знаете почему потому что все таки вот эти вот дырочки они вот эти же корни залезут и начнется беда бедовская они будут лезть к воде если конечно всю жизнь оставить в этом горшке туда есть потом пересаживать то конечно травма для корней это явное будет поэтому я такие горшки не использую с дырочками можно конечно их заткнуть залить чем-нибудь оставить только одну для фитиля война это не на чуть не охота мне с этим связываться другое дело есть сюда посадишь растение у которого тонкие корни до которые вот будет на фитиле хорошо себя чувствовать это вот кто-то может быть из глаг синий скорее всего потому что в принципе сажать не некого фи для фиалки это большой горшок фиалки такие не сажают а единственное что можно посадить конечно трейлер ную фиалочку ну опять же и такой горшок в принципе хотя можно но то для нее как бы мало воды потому что фиалки пьют много воды и тут устанешь наливать все время эту воду так вот тут написано еще сантина внизу на горшке в общем скорее всего возможно какой-то может быть сеянец можно посадить на фитильный полив проэкспериментировать хотя своей жизни у меня такие эксперименты уже были фитильным поливом для сеянцев они прекрасно себя чувствовали но это было лето вот сейчас еще как бы не даже полноценная весна поэтому в общем я его пока оставлю пока не буду делать не знаю я просто хотел вам показать пишите свои какие-то мнения может быть кто-то уже сажал в такие горшочки поделитесь будет интересно всем все спасибо всем за внимание всем пока